еду на берег встречаться с случайными людьми вчера ставил визитку о поиске экипажа и мы поедем в какой-то парусный клуб искать мне экипаж познакомился сразу с шестью музыкантами и сейчас раздаем визитки о том что мне нужен экипаж я тут всех просто людей спрашиваю никто не хочет ли кто со мной прокатиться на яхте вдоль америки сейчас еще шестерым закину удочки в принципе уже говорят кто то есть там в общем ищу людей прям на улице мы приступаем к лотереи я сама сделала брелок или можешь повесить его куда-нибудь потому что Одиноко, стоишь такой посреди реки, никого нет, ничего подобного Если рядом есть город, в котором есть люди, то это мега интересно И вот в шестой раз в Америке я очередной раз поражаюсь, насколько американцы открыты к общению, новым идеям и каким-то запросам Совершенно случайно у человека такого, как я Завтра понедельник, казалось бы, рабочий день У меня на вечер три, три пересекающихся, даже четыре пересекающихся плана Я все экипаж ищу, я все беру, что я кищу экипаж Она говорит, хочу за что встретиться, послушать твою историю Я буду с проманщиками встретиться, я проснулся на визитке, я говорю, что еще экипаж тут же Я и до лодки не успел доехать, звонит Говорит, я жена, давай, давай, как-то нахуй Мы завтра едем в Сент-Кьюси Сейлинг Клаб У тебя есть машина, я говорю, нет, мы тебя тогда захватим, поехали в клуб Потом еще одна там знакомая, знакомая тоже где-то маячит Открытый микрофон по понедельникам Привезли меня совсем недалеко, есть такой в городе комьюнити-центр Какой-то центр для собраний, здесь очень сильно веди комьюнити и люди собираются И сегодня здесь собираются Морики Ксю и Глен, которые меня сюда привезли Начали сразу со всеми знакомить С начальником здесь договорились о том, что он даст мне время для презентации Я буду выступать перед людьми и в принципе удивительная какая-то тусовка Сувениры продают, там скидываются закусочки Объявление будет регата, здесь 15 июня будет Книга с рецептами Все про лодки, вот такая вот милая Милая книжечка с рецептами Я командир клуба Александру нужен экипаж, это приказ Ну вот Впервые за две недели пошел дождь, такой сильный продолжительный ливень Именно в тот момент, сейчас, когда мне нужно забирать своих первых постояльцев на берегу Еще мотор у меня что-то начал сдыхать Генеральский эффект, ничего не работает в тот момент, когда это нужно Ну подготовился я знатно Уборочка такая везде у меня Ой, 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 тут дверь надо закрыть, господи Я все-таки оставляю В общем, лук открытым, может его закрыть уже, вот Вот так, полный порядок У меня прошло 20 минут, как тоже закончился Я выдвинулся со своими людьми, но в Airbnb не работает Отправка сообщений, сервер не отвечает Вот я привез людей И вот они располагаются Оставлю их в покое Ну отлично, тут как обычно Когда беспокоишься в начале, но когда начинаешь делать И все это, и беспокойство уходит, и дело начинает делаться Здесь у меня встреча с кандидатом в экипаж Загуглил, что где специального происходит, какие события Нашел вот такое атмосферное место, в котором сейчас готовится концерт И это вот здание типа частного дома То есть эти люди чаржат немножко 1,85$ за музыку Как не понимаю, всего 1,85$ за то, что музыканты играют И сегодня у них бесплатная пицца по средам Привезли кусочек пиццы бесплатного Кот-снеки можно брать из корзиночки здесь Биф-джерки У них всего 3-4 закуски в меню И основное это так, алкогольные коктейли Чтобы люди могли посидеть, выпить Такая вечеринка своеобразная Сегодня стейк, такой мраурный, с брюссельской капустой на гриле Гриль готов 7.30 утра и сегодня я отправляюсь со знакомой на пляж Заправил канистру бензина За 2 недели здесь прокатал 3 галлона бензина И использовал еще на кондиционер 2 галлона В итоге я заправил 5 галлонов Я сейчас полный бензина В принципе можно было сюда и на яхте подойти Но нет необходимости, я сюда приехал На Динге, там вот я нахожусь Через час у меня встреча и мы выдвигаемся Поднимаю якорь наконец-то Мы едем на озеро, которое располагается прямо за песчаной косой от океана Вчера зашли, замечательно Я думал, что будут мели Но зашли хорошо Абсолютно дикий пляж Таким вот проходом Welcome to Hope Sound Дикий, дикий, дикий пляж Дикий, 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 дикий Мост, мост Это бабушка Подхожу с востока Что хотели? Откройтесь, пожалуйста Да не вопрос Подхожу 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 Каждый день Сильно раздувает Пойду сейчас чай пить Ветер теплый Немножко неразобранные Постель Ну за что люблю якорную стоянку? За то, что я сплю в кокпите И встречаю рассвет вот здесь Вот у меня солнышко будет само по себе Если я сплю внутри яхты То можно поспать и подольше, чем рассвет Она там еще непонятно где это Солнце где-то над палубой А тут прям все Над горизонтом встало И начинает жарить прямо в лицо Сейчас установилась такая погода Что во Флориде лето Значит днем жара После обеда Грозы с ливнями Вечером прохладно А ночью полный стиль Никакого ветра Поэтому ночью сейчас благодатное время Для того, чтобы спать на улице Господи, я никогда так хорошо не спал Я никогда так хорошо не высыпался Даже здесь Вот если я просто лежу в каюте То мне нужно на пару На пару часов больше Чтобы выспаться так же Как я сплю вот здесь На воздухе Итак, новый день Булачок сейчас буду с яичницей делать У меня здесь есть салатик айсберг еще Остатки с вечеринки по тайто селад Но там очень много майонеза Вот этот салат в Америке Как и многие другие салаты Сладкие, с кучей майонеза Их можно использовать Как сам майонез Так чуть-чуть салатика положил Как будто майонеза положил Вон Там, в общем, картошка Резанная в майонезе Ну вот А здесь айсбокс Место для хранения Вещей на льду Туда я сейчас убираю Обратно свой салат Вот, пока больше ничего не убираю Остальное буду есть Замечательный день Замечательная погода Был на собрании в парусном клубе Диалоги в кулуарах Один моряк говорит Лодки Это pain in ass Вот мы сейчас с тобой разговариваем А у тебя что-то в данный момент На лодке ломается Вот, пока в данную самую секунду Я такой ха-ха Хи-хи-хи Шуточки Да, ну конечно Я пришел Попробовать закрутку И вот она крутится только Вот так вот С большим усилием Руками Она должна крутиться Вот за эту веревку Она должна крутиться За шкоты Должна раскручиваться Когда я тяну за шкоты Она не вообще мертва Я ее смазал там всем чем можно было То есть она работала Две недели назад Я вот парус-то поставил Закрутил Все, теперь ни в какую Смазывай, не смазывай А разбирать закрутку Это значит снимать весь парус А поставить его я могу только вдвоем с кем-то И я бы сейчас предпочел Чтобы у меня был тоненький штак И парус с люверсами Ну то есть с колечками вдоль шкотарина С закруткой возня Закрутка новая, хорошая Стоит там под 3000 долларов Подшипник, надеюсь, удастся заменить Эта закрутка no name Она непонятна совершенно какого производителя Придется вытаскивать подшипник оттуда Сейчас у меня на якорной стоянке Моделируется ситуация взбесившейся геной А, взбесившейся геной бывает Когда закрутка полностью размоталась А у меня не полностью Что еще хуже Взбесившейся геной бывает Когда вот этот линь закрутки Геной отрывается И невозможно закрутить Она вся раскручивается полностью И начинает полоскаться, таскать лодку на ветру У меня же сейчас такая ситуация Я наполовину раскрутил Парусность такая, что может и по лицу дать Если проходить мимо Я дошел до того состояния, где я вообще руками не могу ее прокрутить Ну никак, ну ни туда, ни сюда Насколько я знаю При взбесившейся геной Нужно рубить фал Вот эта вот веревка, которая Выбирает переднюю шкаторину Набивает ее, то есть Рубить этот фал и сбрасывать парус вниз А как его сбрасывать, если он у меня наполовину сейчас накручен? Этой парусности хватает, чтобы задать жару А сбросить парус тоже не представляется возможным Что в такой ситуации делать? Вот если сейчас ветер поднимется, например, сильный Я пока что еще не знаю, что делать В общем, это веселуха I'm having fun again Получается, тут один вариант только Оставлять парус как есть и все И уходить под парусом И идти просто Ну, освободил уже фал гену Сейчас буду скидывать эту гену Всеми возможными средствами Включающими в себя правую и левую руку По дружескому совету я решил Снять гену вручную Раскрутив ее вокруг форштага Вот таким вот образом Это спасет меня от неприятностей Если сейчас задует сильный ветер А он сегодня обязательно задует Перед тем, как начнется небольшой шторм Вот, размотал, скинул Отлично И все стихло прям сразу Все средства хороши Вот это вот должно крутиться Относительно вот остального Весь форштаг Парабан Единственное, что должно крутиться Это вот эта петля Крутится вот с большим сутрунением И вот как туда забраться Как вот к подшипникам Долезть я не знаю Или съемник какой-то городить Ну, не знаю Доброе жаркое утро При, не знаю Присизневал это называется Или привязал Короче Квантия Этот форштаг И опустил его В пресную воду Пусть денечек постоит Бред, конечно Ну, пусть промывается Может быть соли там После прошлого перехода Я не промыл закрутку И она три года простояла В таком виде Конечно, вряд ли это поможет Но я хотя бы сейчас Буду думать дальше Что делать Потому что это вообще Не снимается ничего Говорит, надо выпрессовывать Как нахрен это выпрессовывать Ну, здесь вот на лодке Как ты тут будешь выпрессовывать Пойду гуглить Как выпрессовывать Руками Сегодня встал 6 утра Сейчас 3 часа дня Я весь день потратил на звонки И обзвонил все марины Восточного побережья США До которых я мог бы дойти в одиночку Непонятно было, что с закруткой Я поэтому решил допустить вариант Что я на моторе Один куда-нибудь дойду И поставлю лодку Результаты неутешительные Я реально все обзвонил Все побережье До Джорджии Вплоть там с заходом в Джорджию Просто фишка в том Что через штат Джорджия Я бы не смог пройти Извилистые вот такие реки Каналы И сильные приливы отливы Течения мощнейшие И главное мелко-мелко-мелко Самое лучшее предложение Которое мне дали Это 9 долларов за фут в месяц Все довольно дорого То есть 17 долларов за фут в месяц Вот такие вот цены 13 долларов за фут в месяц Такие даже неподъемные Я вчера запустил в группу Я автовладелец Один опытом в фейсбуке Вопрос про мою закрутку И за ночь многие Написали там свои соображения В том числе было Выдержу ее в воде Большим количеством горячей воды Пробой Но я подумал, что это какой-то бред, конечно Ну ничего, поставил эту закрутку в воду Он в ту вот канистрочку И вот что стало с водой за 6 часов Была чистая прозрачная пресная вода Она стала желтая, как моча После того, как закрутка Побывала в ней в течение 6 часов И что вы думаете? Я ее раз и ручками вот так вот сейчас вот кручу Может быть обойдусь без выпрессовывания подшипников Чуть-чуть-чуть-чуть вот здесь Оп-оп-оп Вот она заткнулась Ничего дальше Слушайте, ну чудеса, конечно Чудеса каждый день происходят Я так сегодня злился вообще Великолепно прошла встреча с моими кандидатами Точнее, они уже не кандидаты Они фактически взяты в экипаж Отправляюсь с Кутамарана замечательных людей Они загрузили меня вот таким вот количеством еды Я вместе с ними отправлюсь на следующей неделе В Северную Каролину Я их зовут Су и Глен И они замечательные люди Потому что они просто охренительные Так заботятся обо мне, как я сам о себе не заботюсь Вот Они со своей стороны приносят мне на борт Кроме этих консервов и мелочей Бумажные карты Paper charts Спасательный маяк Этот E-Perb Который срабатывает в случае, когда мы покидаем судно Если мы его покидаем Ну и так далее Так что буду чувствовать себя чуть побезопаснее И втроем, блин, офигенно Пытались поставить мою закрутку с форштегом на место Ничего не получилось, никаких идей Сейчас буду сам возиться Уже устал, честно говоря Жара страшная Сижу в лодке Кондиционер Отлично работает Здесь прохладно Ну, как в кондиционируемом помещении Но если я вытаскиваю руку вот туда Боже мой У меня рука начинает поджариваться Я сразу ее обратную Погода Сегодня пятница В среду слабый А потом в четверг Как дунет В общем, нестабильная погода Потом начинает дуть вот так До 35 узлов ветер Это нам совершенно не нужно Чтобы вставить вот этот пин Мне понадобилось Много усилий и времени Я вынимал его в натяг Я его выбивал оттуда Он прям выскочил оттуда у меня Чтобы его вставить аккуратненько обратно Пришлось ослабить весь такелаж Я ослаблял, ослаблял, ослаблял Сегодня в течение дня Все ванты Все вот это вот Все слабое было Ахтерштаги слабые Топинант Я скинул гик Вот он у меня гик валяется Все, ничего сзади Абсолютно мачну не держало А спереди, напротив Я натянул со всей силы Вот этот вот Вот Веревка аж как струна Фал Я натянул Чтобы наклонить мачту вперед Вот этот вот форштаг малый Я натянул Чтобы тоже наклонил ее мачту вперед Я прикрепил сюда Вот этот маленький блочок Чтобы С помощью вот этой веревки Его тянуть 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 Здесь он на утку Сейчас у меня заведен Короче, все средства Чтобы вот эту штуку туда уговорить И под конец дня Опять у меня, короче Это все еще не вставляется Я проверил еще раз все штаги Задний левый ахтерштаг Прям до предела уже его Размотал Ослабил Талреп настолько Что дальше уже нельзя Дальше уже просто с ризбиса скочило бы И вот Получилось Все, все, все Все, все Все, все Подготовка к переходу начинается Аварийный румпель проверил сейчас Вот если штурвал сломается Или штуртрос Или какие-либо передачи Там До пероруля Здесь Откручивается ручка от лебедки И вставляется варийный Румпель Палка такая Лодка рулится за эту букву Я рассматриваю выход С учетом всех наших дел Меня и экипажа Там делал на земле По подготовке Там еще человеку Операцию нужно сделать Между делом В понедельник у него операция Он потом собрался со мной идти В пятницу может быть Вечер К вечеру переход Под мотором здесь А в океан уже В субботу и прогноз есть только на неделю вперед Поэтому буду еще запрашивать прогноз Я использую сайт Passageweather.com Это бесплатный сайт Это не приложение Это просто веб-сайт Но я на него недавно задонатил Они просили задонатить Говорят мы работаем Уже много лет я беру погоду с этого сайта И поэтому задонатил немножко Вот так вот Мы отправляемся в Форт Пирс На моторе 6 часов по каналу А послезавтра из Форт Пирса Мы выходим в океан И планируем отойти на 15 миль от берега И до Гольфстрима И чтобы Гольфстрим нас подхватил И проехать миль 200-250 в Гольфстриме Потом на север, на север, на север Северную Каролину Это видео я записываю перед тем Как я заберу с берега свой экипаж И я хочу показать Как мы подготовились к переходу Ну мы еще Паруса Парус поставим Здесь немножко вина Холодный чай Вот айсбокс у нас полон Льда хватит дня на 2-3 Ветчина, сыр, йогурт Какие-то простые овощи Куча хлеба, пирогов, бананы Здесь запасы еды Здесь запасы еды И все в основном это стратегическое Мы затарились едой раза в 3 Больше чем в принципе нужно на этот переход Но никто не знает что с нами будет Поэтому все затарено Переносовую каюту я оборудовал под сторож Здесь консервы 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 Здесь 4 таких хлеба Здесь 2 таких хлеба Потом там еще орешки Колбаска вот такая Вот там разные Нарезанные пепперони То есть я делал однажды вывод Что в переходе При сильном волнении Когда нельзя готовить Нужно иметь еду Которую просто берешь и ешь Мы об этом позаботились Вот здесь тоже Это они со своей лодки привезли Какие-то их вещи Я даже не смотрел еще Крекеры, макароны, запасные апельсины Вот здесь они притащили обвязки Спасательные жилеты Немножко газировки Они не пьют газировку Я тоже мало Поэтому газировки немного Как обычно Вот здесь вот еще всякие консервы И с той стороны тоже консервы Ну я надеюсь Что мы консервы не сильно тронем Нет, конечно тронем Мы говорим Бай-бай 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 В Дог-спа На 10 дней По 50 долларов За каждый день 500 баксов заплатили За свою собачку Чтобы она сидела там Они показывали видео Онлайн стрим Из этого Дог-спа Просто комната По которой бегает куча собак Масло Двигатели поменено Подготовлено Все, завтра выходим Когда два якоря выкидываются В процессе стоянки Лодка крутится И вот так перекручиваются Два якорных каната Поэтому нужно либо заводить лодку И плавать вокруг Ким-то образом Либо связать один из концов Изнутри я как вон дуга И просто его Это и сделаем Дедовский бинокль Все, отправились Наконец-то We're started We'll get started За ВДВ Что нам снег Что нам знай Сюда не Стиварт Точнее прощай, наверное Стиварт Прощай, любимый город Нам нужен флаг Я забыл флаг Я забыл Он там Он вверх Точняк Забыл Подниму А то примут еще Вот это прикольно Вот значит команда Одна на руле Буквально вон динги Отмывают динги Достали из воды Он месяц в воде Пробал там оброс И он пошел отмывать А я вообще могу отдыхать Пойти лечь спать И вот это команда называется Вот, вот что такое Настоящий яхтинг Вместо того, чтобы Тут устраивать вечеринку С бикини и коктейлями Вот такая движуха Поворачиваем на Интропост Пойдем часа четыре До Форт Кирса И выйдем в океан Завтра там более Понятный вход I was in the corner Drinking from the perch Yeah, you were in the kitchen Cutting up a rug No need to complicate I have fallen in love With you so underrated Something filling up my lungs На якоре Форт Пирси Короче, все Она разваливается на куски На кусочки разваливается А это закрутка И не крутится совсем Стоит ли об этом говорить Причем мы не можем И тебе Мастерская Завтра в 7.30 Она откроется Я буду там в 7.30 Ожиданий особо Радужных у меня Поэтому нет Потому что это дрянь Намертво соединена С форштагом Могу купить новые паруса Новый форштаг Поставить тросовый А что мне тогда делать С этими двумя прекрасными генуями Которые предназначены Под закрутку Нет, две генуя Замечательные Под закрутку Надо бы закрутку поменять Вот что Буду завтра советоваться В общем, никуда мы не идем Хер сосать Ай вам А не Северная Каролина Ориентал Сосать Через 2 А Океан 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 Очисти из меня Все плохое Раз Пши И нет ничего Мол Не бьет Залезал бы Но Время не верну Тебе счастье слепо Вижу Твоей Осколка Неба И Стеряется Столпа Синева Неба 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 Небеса Мои обетованные Что же вы молчите Опять высотою Вечеринка с хот-догами А якорь А там внаружу Погода Очень дождливая Никогда такого не было И вот опять Первый раз Закрутка с утра работала В середине дня отказала Так что у нас вообще Все поездка под вопросом Теперь экипаж может быть уезжает И потом через неделю Может быть присоединиться ко мне Когда закрутка бы Готова Второе Значит сегодня Вечером было сильное течение Три узла И очень сильный ветер С другой стороны То есть течение туда Ветер отсюда Веревка якорная Обошла вокруг киля И как это обычно бывает Лодка стала поперек к течению Стала бить ее в бок волной И так далее Очень сильно это все развивалось Я как обычно пытался включить Вперед и налево Чтобы сделать разворот на 270 градусов Стать в одну сторону Со всеми стальными лодками Но это не получилось Как бы в первый раз в жизни Хотя раньше я так делал Только когда ветер стих С другой стороны Перестал мешать Этому лодку развернуло Сейчас засорилась раковина Тоже непонятно почему Впервые И никаким вантузом Она не прочищается В общем вот такой веселый сейлинг Ваши впечатления первого дня О господи Что сказать Успешно в некотором роде Якорный канадский Или сбросили Это успех Раковину починили Тоже успех Маленькая закрутка капризуля В Форт Пирс пришли На мель не сели Без увечий Якорь держит Хороший день Якорь мне в бухту Субтитры сделал DimaTorzok